Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Луиса Артиса против Энди Руиса. Поединок состоится в ближайшие выходные. Конкретно пройдет он 4 сентября. Да-да, лето заканчивается. По времени будет он, насколько я понял, все ж таки уже в понедельник рано-рано утром. Не помню, сказал или нет, что бой пройдет в США в Лос-Анджелесе. Ну что, вес супертяжелый, каких-то больших титулов на кону не стоит, но тем не менее поединок реально интересный и очень трудный для прогнозирования. Потому что это полное противостояние стилей, техники. То, как они столкнутся, это там просто нечто. Это противостояние возрастов. Артист на минуточку ему 43 года, кубинцу. И вот все это мы увидим. И чтобы нам понять, как поединок сложится, мы разберем технику, мы разберем кондиции, а потом сопоставим, как именно они сочетаются конкретно друг с другом. Итак, поехали. Луис Артист, легендарный кубинец, 43 года. Кстати, я не знаю, вы слышите или нет, но стали вокруг соседи сверлить, тоже участвуют в нашем прогнозе. И спасибо за это, да, за их вклад. Но нас ничего не остановит. Ну так вот, 43 года. Вы только вдумайтесь. И то, еще года три назад уже ходили слухи, что на самом деле ему лет больше, что он, когда сбежал с Острова Свободы в Америку, то свой возраст скрыл Луис Артист. Но даже если вот просто эти официальные 43 года, это уже не просто много, а это... Да, есть, конечно, Бернард Хопкинс уникально был, Джордж Форман. Но по сути, как тебе 40, ну 41, допустим, но дальше твое тело, оно уже начинает хуже слушаться. И люди начинают просматривать удары. И мы это видели у Луиса Артиста. Посмотрите его последний поединок против Чарльза Мартина. Я считаю, что Луис Артист там просто по технике на голову вообще выше. Там уровень, ну, на порядок отличается. А Чарльз Мартин, левша, американец, он расслабленный, да. То есть, вот он расслабленный, такая есть какая-то природная пластичность. Но по сути, он такой вот, как бы, ну, середняк. Ну, это так, на самом деле, да. И то он там умудрился, перед тем, как уйти в нокаут, он пару раз уронил, да-да, Луиса Артиста. Почему? Я вижу две причины. Первое, то, что кубинец, он уже, понимаете, с возрастом баланс обычно куда-то исчезает. И человек начинает просматривать удары. Это вот, как бы, первое. А второе, он, по-моему, пробитый. Его, скорее всего, Уайлдер пробил. То есть, от даже достаточно легких ударов кубинец, ну, фактически падает, да, потом поднимается. Если говорить о его технике, я считаю, это просто образец какой-то техничности. Среди нынешних боксеров в супертяжелом весе. То есть, знаете, это все. Даже вот передвижение, как ни странно. Он левша. Посмотрите, насколько же круто он двигается. Я что имею в виду? Понимаете, возрастной, как бы, уже силы не те, но он двигается, он чисто, как, скользит по рингу. Прямо, как будто, именно, только, и вот, его даже чулок, посмотрите. То есть, именно, как волшебство какое-то, вот, как он легко смещается. Он постоянно смещается в сторону, он постоянно, он шагает и бьет, шагает и бьет. Он, именно, как, не останавливаясь, может насыпать. Но он это делает не за счет, как бы, физики, какого-то огромного телесного таланта, а именно за счет того, что его тело, оно настроено, как на шарнирах. То есть, у него руки, ноги, подшагнул, ударил, еще раз. То есть, у него это все, как бы, настолько гладко сочетается, как, знаете, вот такой вот механизм, вот, как мне кажется, техника боксера, она в чем заключается, когда о высоком уровне говорим. Это отсутствие противоречий. То есть, когда каждый грамм тела, каждая косточка, каждая мышца, как бы, в едином порыве, да, и вот у него это именно так. То есть, он бьет просто, вот он, хух, все, как бы, вместе. И шагает так же, и бьет, шагает так же. То есть, это истинный технарь бокса. К тому же, еще и левша. На этом я пока предлагаю остановиться и перейдем к пластичку Энди Руису. Ну, все мы его узнали, широкая публика, после того, как он подбил Энтони Джошуа. Это можно вообще смотреть вечно, как он это сделал, как он дает интервью после этого. У него доброе такое лицо, и ему говорят, что, а вот вас, когда Энтони Джошуа, вы же вышли там полным аутсайдером, и он вас как бы сразу же уронил. Прям быстро там, по-моему, снизу подцепил, снизу сбоку. И вы что почувствовали в этот момент, когда оказались на конвасе, а Джошуа очень тяжело бьет, он когда вот именно снизу сбоку, у него страшные удары. И он говорит, ну, как бы, что я почувствовал? Я почувствовал, что нужно дать бой, нужно ответить, как бы проявить себя. Это просто настолько весело. И он, ну, все, в общем, это притворил в жизнь, нокутировал Энтони Джошуа. Да, ну, или, если быть точным, несколько раз послал его в нокдаун, Рейфи остановил, но это все примерно одно и то же, да? То есть он, конечно, крутой. Его техника, он, во-первых, низкий, то есть у него рост метра восемьдесят восемь, он ниже, чем Артист, он ниже, чем все его соперники. И, исходя из этого, ну, примерно понятно, то есть есть некая задача более низкого боксера. То есть он поддавливает, он пытается уклоны, нырки, техника, он бьет все удары. Артист у него, кстати, определенная сила даже есть в прямых ударах. Как ни странно, у него право прямой, далеко не нулевой, да? И, понятно, вот там все крюки бьет, по корпусу бьет, по голове бьет. И важный момент, чисто с точки зрения таланта. Во-первых, он достаточно серийный. Это тоже не так просто. Серийный, это если уже вошел, зацепился, ногами догнал. Но вот, в принципе, он много прям легко набрасывает, так, сходу, да? И у него конкретно быстрые руки. Вот это тоже момент очень важный. То есть Энди Руис обладает, толстычок, быстрыми руками. Давайте переходим к тому, как сложится бой. И есть несколько слоев. Первый слой, чисто с точки зрения техники, с точки зрения таланта. Если мы берем в очень хорошей форме Луиса Артиста, берем Энди Руиса, то я, в общем-то, здесь вижу, разгром толстычка вижу, что кубинец выиграет. По технике. Почему? Во-первых, он повыше чуть-чуть, да? И он более длиннорукий. И он при этом левша. То есть это уже такое сочетание, очень нехорошее для противника. То есть с высоким левшой биться, с бьющим, это на самом деле очень плохо. Это конкретно плохо. И дальше. Он обладает... У него очень хорошая техника, у кубинцев. В том числе у него за прямыми ударами масса идет. То есть он конкретно может нокаутировать тебя на входе прямым ударом. Подловить. Это первое. Второе. Если Уайлдер, допустим, в таком стиле, он стоячий, то есть он, ну, так как бы не особо из движения бьет, но чисто тебя на входе ловит. То этот товарищ кубинский, он такая бомба огромная, да, и он как бы смещается аккуратно именно ногами, и у него есть техника. То есть сидя на стуле трудно изобразить, он даже работает передней рукой, как он насыпает, смещаясь в сторону, именно насколько легко, и насколько он в любой момент готов подхватить дальней рукой или там снизу подцепить. То есть, и понимаете, его тело конкретно слушается в этом. То есть, если смотреть с точки зрения техники, то с учетом всех талантов Энди Русс от Толстящика, с учетом его духа, вот с учетом как бы всех факторов, я считаю, он в крайне плохой ситуации, то есть он ниже против более высокого левши, который прекрасно умеет использовать свой рост, обученный, бьет, а это тоже техника, бьет из движения. Он просто, скорее всего, с точки зрения техники, должен, я постоянно, извиняюсь, мексиканцы, хочу назвать артистом, хотя артист это кубинец. Короче, кубинец должен толстячка просто вразрез дальней рукой поймать, или прямой, или снизу, еще хуже. И он это умеет делать конкретно. Вот как-то так, да? Кроме того, мексиканец, у него низкий опыт работы с левшами, потому что он чисто профессионал, у него нет любительской школы, я вообще не фанат любительской школы, но все любители, они, сами знаете, в финале любого крупного любительского турнира там всегда минимум половины левшей. То есть в реальной жизни левшей очень мало. Там в боксе их там каждый второй, а в финале каждый первый, по-моему. Уже там выходит левша против левшей, бьется. И в этой школе, так как он сразу профик, ну больше, да, то его нету у толстячка, да? И это очень плохо для него. То есть, по сути, это же четкая работа левша против правши. То есть этот артист, он будет крутить, он будет именно как бы заходить туда, тебя сбивать руками своими, да? И, как говорится, передней рукой двигает тебя, а дальней рукой насаживает и уходит в сторону. И далеко не факт, что толстячок кондируясь ко всему этому готов. Это вот был такой разбор технический. Но, понимаете, есть обратная сторона. Просто внимательно посмотрите последний бой кубинца. Он там падал просто на ровном месте от середняка. То есть, насколько я понимаю, он уже просматривает как бы моменты где-то. Ему не хватает чисто вот уже нервно, чтобы вот увидеть, успеть среагировать. И он, когда пропускает, он уже как стеклянный. То есть, он легко падает. Да, он поднимается, но как бы он падает очень легко. А Джеба упал в последнем бою. Посмотрите сами. И то есть, это все крайне против него. То есть, мы можем как рассудить, что, допустим, он подцепит даже, если мексиканцы, и толстячок упадет, то он выдержит почти любой удар толстячок. То есть, а что будет, если толстячок его зацепит? Тоже кубинец упадет. И он уже конкретно на него это повлияет плохо. Вот как-то так. Как сложится бой? Смотрите. В принципе, я довольно сильно верю в нокаут от толстячка Энди Руиса. Почему? Очень просто. Потому что кубинец, скорее всего, начнет бой хорошо. У него есть техника. Он левша. Он будет крутить. Он умеет бить из движения. Он из движения бьет прямые удары. Он шикарно... Знаете, что у него такой есть прием очень интересный? Дальней рукой, когда бьет левый, он как бы свою голову смещает и одновременно бьет снизу. Именно там, где головы противника не было, а где она будет. Он как бы... Раз! Именно вот. И там голова окажется Энди Руиса. И я уверен, что он поймает его. Спокойно может поймать. Но! Вот эта проблема возраста, 43 года. Он конкретно удары уже перестал видеть некоторые. И толстячок ему что делать? Очень просто. Нужно весь бой как бы так боксировать, не торопясь. Ну, в своем стиле, в общем, как получается. И в какой-то момент нужно просто взорваться. Без разницы, любая там атака его. Типа там, левая, правая, левая. Там как-то уклониться, ответить. Уклониться, ответить, подхватить. Ну, в общем, такой должен быть взрыв. Спурт. Резкий. Включить на максимум свою скорость. Повторная атака. По типу там, уклонился. Та-та! Та-та! Еще. И вот этот вот как бы взрыв. Я почему-то думаю, что кубиниц Луис Артис, его, скорее всего, не пройдет. То есть, просто его как бы время ушло. То есть, если бы он был свежий, да это просто нечто. Я считаю, что он там, ну, вообще терминатор. Но сейчас, я думаю, что самая главная задача для толстячка, это не получить большой урон. Потому что, понимаете, вот сам кубинец, он, хотя просматривает удары противника, он уже возрастной, но сам-то он вреда может нанести, дай бог. То есть, он просмотрит твои атаки, он пропустит, и возраст уже сказывается. Но возраст, именно когда атака Артиса, сам Артис бьет, а он бьет шикарно. Он, понимаете, он как в учебнике бокса бьет, как вот по трафарету. То есть, у него эти серии по типу там, раз, раз, два. Вы поглядите, как у него это сочетается с ногами. То есть, он не просто, а у ножки он цук-цук-цук-цук. И он именно цук-цук-цук-цук. То есть, он само как бы у него идет. И он, когда будет атаковать вот эти свои раз-раз-два, или там раз-раз-снизу, или свои дальние рукой у него есть такой дальний, сверху накрывает боковым, то есть, он-то конкретно опасен в этом. И как бы у него есть шансы поймать толстячка, да, вот именно он опасен в своих атаках сам. Но при этом у него огромные шансы пропустить. И если вот какой-то такой вердикт единый, то я думаю, что, скорее всего, где-то в середине боя будет нокаут от Энди Руис, от толстячка. Ему нужно для этого просто взорваться, проявить присутствие духа. То есть, как-то так. Еще, теоретически, Луис Арнис, он умный, он может включить ноги больше обычного. Если он включит ноги больше обычного, то, честно говоря, тоже пропереть может толстячок. То есть, просто не сумеет зацепиться. И вы понимаете, что тут есть большая разница. Джошуа во втором бою, когда включил ноги, он ноги, когда включает, он становится безударным. Он не умеет бить в движение, он не умеет прямыми нокаутировать. А этот кубинец, он, если ноги включит, там не нужно быстро включать, там нужно включать непрерывно. Как бы все время двигаться, двигаться ногами, двигаться. Он теоретически может это сделать. И он из движения нокаутирующий удар бьет. То есть, это очень опасная, очень трудная задача. Но все равно, я верю в молодость. И что рано или поздно, наверное, кубинец где-то остановится, забудется чуть-чуть, он потеряет свое внимание, рассеется. И нужно просто Энди Руису взорваться, повторную атаку, может быть, провести. Да любую, что ему больше нравится. Главное, предельный взрыв, предельная скорость. И я думаю, что кубинец это уже не выдержит, просто просмотрит и проиграет нокаутом. Вот такой вот необычный прогноз. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Всем добра. До новых встреч. Тушу камеру.